Здравствуйте! Вы смотрите обзор SSD накопителя ADATA XPG SX8200 Pro на 512 гигабайт, снятый специально для 7745.by. Это флагманская модель компании ADATA в серии XPG, что указано на коробке, построена на базе 3D NAND памяти, 1.3 версия NVMe интерфейса, технология SLC-кэшинга порядка 80 гигабайт, ускоренной записи со скоростью порядка 1.9 гигабайта в секунду. Дальше скорость падает до 550 и 300 мегабайт в секунду по мере заполнения диска информацией. Также есть технология ускоренной проверки ошибок ECC, LDPC и DIY HitStick. Это такая наклеечка теплоотводящая. Сюда. Так, на коробке что еще можно увидеть? Объем, основные характеристики. Это модель M.2 формата 2280 PCI-Express версии 3, 4X, Solid State Drive. На задней стороне все то же самое, только более подробно поддерживает Smart, Trim и NSQ, из того, что я еще не сказал. Также есть QR-код, который приводит на страницу сайта DATA, где можно все это прочитать и по-русски, и по-английски. Гарантия 5 лет, либо 640-кратная перезапись, полная диска, либо там какие-то космические 2 миллиона часов наработки на отказ, вот что, наверное, не очень интересно для рядового пользователя. Вот. Заявленные скорости чтения 3500 мегабайт в секунду и записи порядка 200 300. Эти скорости подтверждаются. Я на своем компьютере на базе B450 чипсета и процессора Ryzen 5 3400G. Как раз их и увидел приблизительно, без всяких заморочек, просто вставил накопитель, никаких драйверов специальных не устанавливал и увидел такую космическую скорость. Но, как показывают обзоры в интернете, в частности, статья на 3D News, где подробный очень обзор этого накопителя, такие скорости показываются только в бенчмарках. Вообще данный накопитель заточен, что называется, под бенчмарки, то есть он оптимизирован под ускоренная запись чтения именно в бенчмарках, а не в пользовательских стандартных кейсах. Но это не уменьшает его характеристик. То есть он очень быстрый и очень хорош за свои деньги. Наверное, лучший из. Основные его конкуренты это Samsung 970 EVO+. Это более дорогой и современный накопитель. он на 40% дороже, чем данная модель. Либо есть брат-близнец этого, он GAMIX S11 Pro называется, 512. Также у этого накопителя объем 512 гигабайт, а не 500 или 480, что тоже как бы плюс. Вот. Используется 64-слойная 3D NAND TLC память. Вот. Это не самые последние наработки, но предпоследние, что называется. Вот. Но зато чип использован Silicon Motion, самый топовый, самый современный. Вот. его модель. SM2262EN. То есть это так называемая Enterprise модель этого чипа, но она почему-то пошла на рынок для обычных пользователей. Хотя это серия для энтузиастов, не профессионалов, не Enterprise. Вот. Сам накопитель небольшой 22 на 80, 22 миллиметра на 80 в длину, толщиной, по-моему, что-то около 4 миллиметров. Точно не помню. Чипы памяти с двух сторон. Он довольно толстый, то есть бывает односторонний и в какой-нибудь ноутбук совсем тонкий. Он может и не войти за счет своей толщины, но это надо проверять. Вот. С этой стороны задней у него находится чип оперативной памяти 256 мегабайт. Кстати, у этого накопителя на 512. Он 512 гигабайт, и у него 512 мегабайт оперативной памяти. С 32-битной машиной. То есть это довольно-таки нетипично для SSD накопителей. То есть обычно 16 бит, то есть это хорошо. Вот. Память используется, несмотря на то, что здесь маркировка ADATA, но внутри там, в каждом таком модуле, одном из четырех, то есть в каждом из четырех находится еще 4 микросхемы 64-слойных микрон. То есть там память используется от мирового лидера. Контроллер тоже от мирового лидера, то есть этим обуславливается. Такие высокие скорости работы. Вот. Ну, как я уже говорил, скорости скорее заточены под бенчмарки. Вот. Потому что используется в основном в бенчмарках SLC-кэш. Он очень быстро, 1,9 гигабайта. Но на такой скорости накопитель совершенно пустой. Может записывать только первые 80 гигабайт. Дальше скорость падает до 550 мегабайт в секунду. А дальше уже, когда идет уплотнение данных, вообще до 330, по-моему, если я ничего не ошибаюсь. На портале 3D News можно почитать подробную там график, сравнение. Вот. В целом я очень доволен. И компьютер включается очень быстро. Сейчас покажу, как это выглядит. Вставляем накопитель. Закручиваем болтик. Сейчас я еще расскажу про пластину охлаждающую. У меня этот накопитель показывал порядка 50 градусов под нагрузкой небольшой. И 40 градусов простой, когда температура системы где-то 30. То есть он плюс 10 в температуре системы показывает. Но я пользовался без охладителя. Вот этого, который идет на пленочке, на скотче. Потому что я его не наклеивал, потому что я купил более продвинутый, более такой тяжелый и увесистый. И буду устанавливать его. Но на некоторых материнских платах охлаждение как бы предусмотрено, особенно геймерских. И не понадобится покупка, ни установка этого тоненького, ни покупка какого-то другого. Кстати, это я купил за 10 белорусских рублей. И вот, включаем, проверяем. Компьютер включается очень быстро. С этим накопителем. Перезагружается защита на этом, не знаю, в течение минуты можно включить, выключить, перезагрузить. И запускается всякий там антивирус и другой софт. Очень быстро все. То есть сказывается быстродействие. Но вот компьютер включился, все загрузилось. Даже вот Касперский, все иконки. Сейчас перезагружу. Это тоже очень быстро все. По сравнению с SATA, SSD или вообще не SSD, все прямо не успевает даже глазом моргнуть очень быстро. Рекомендую всем. То есть не покупать SATA рекомендую. Если поддерживается именно PCI-Express 3.4X, то именно такой и брать советую. Софт, который идет в комплекте с этим накопителем, так себе по качеству. Особенно русский язык не очень мне понравился. Называется он Adata SSD Toolbox. Он какой-то такой, в общем, перевод не очень. Но всю необходимую информацию дает. Температуру. Температуру, количество записанных. Вот у меня полтерабайта уже записано. Также модель можно посмотреть. Для старых операционных систем включить всякие оптимизации, там отключение префеч, там, ну, в общем, всякой разной ненужной функциональности. Вот так выглядит встроенный софт. Я делал тестирование 3D-марком. Ой, не 3D-марком, а диск-марком. Все подтверждается скорость. Все.